Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули в гости. Для тех, кто сделал это впервые, меня зовут Алла. Друзья мои, сегодня хотелось бы поговорить с вами о корейской косметике. Я ее очень люблю, вы знаете. Но не совсем о ней, а развеять некоторые мифы, понимаете, некоторые представления о корейской косметике, которые у многих из тех, кто меня смотрит, есть, судя по комментариям, судя по вопросам. И, собственно, они не в одиночестве, таких людей много, которые думают именно так. И вот в сегодняшнем видео хочу поставить точку, чтобы больше не отвечать на вот эти вот вопросы, комментарии. Вот, и, возможно, у вас что-то в голове прояснится, поэтому поехали! И первый миф, самый распространенный, самый часто встречающийся, это то, что азиатская косметика, а точнее корейская, не подходит европейским женщинам. Что, дело в том, что кожа азиаток, она сильно отличается от кожи европеек, поэтому, соответственно, все у них по-другому и работает все иначе. И, причем, понимаете, в разных источниках в интернете можно встретить совершенно диаметрально противоположные объяснения вот этому феномену. Некоторые утверждают, что у азиаток очень тонкая и чувствительная кожа, и поэтому все косметические продукты корейские, они очень деликатные по своему составу, и что они не будут должным образом работать на европейской коже. А второе диаметральное совершенно противоположное мнение, это то, что у азиаток, наоборот, очень плотная толстая кожа, и все их косметические продукты, наоборот, перенасыщены активными ингредиентами, что может, ну, негативно сказаться, скажем так, на коже европеек. В общем, на самом деле, и то, и другое убеждение неверно в корне. Конечно, есть некоторые отличия расовые, да, но я бы не сказала, что они настолько значительные, что прямо вот косметика специально какая-то должна быть. Прежде всего, косметику надо подбирать по проблеме, да, по тем проблемам и по типу кожи, да, и, соответственно, что вы хотите от этой косметики, каких добиться результатов. Азиатки, они также пользуются и европейской косметикой, и, собственно, также они ее очень любят, и совершенно, понимаете, им не мешает их тип кожи пользоваться косметикой европейских брендов. Так, собственно, европейки пользуются косметикой корейского производства, поэтому ничего здесь особенного нет. Если косметика подобрана правильно, понимаете, то, собственно, она и работать будет правильно на вашей коже. Конечно же, еще немаловажный фактор это то, что, вы же понимаете, если бы корейская косметика была бы нацелена только на работу на коже азиаты, которые якобы сильно отличаются от европейской кожи, то, собственно, не было бы такого огромного экспорта корейской косметики в Европу, в Америку, к нам, понимаете, не было бы. Они же понимают прекрасно, что они должны быть конкурентоспособны, и весь тот товар, который они отправляют на экспорт в другие страны, они, естественно, понимают, что он должен соответствовать и отвечать требованиям, запросам, так сказать, потенциальных их покупательниц. Поэтому, девочки дорогие, не забивайте себе голову этой ерундой, подбирайте косметику по своим проблемам, по типу кожи, и все у вас будет замечательно. Еще один миф, который тоже частенько я слышу такие убеждения, это то, что корейская косметика, это, знаете, что-то такое а-ля китайское качество. Ну, вот почему-то у многих вызывает сомнение качество этой косметики, потому что она, в принципе, продается по достаточно демократичной цене. В отличие от тех же люксовых каких-то продуктов, от каких-то раскрученных брендов, я не знаю, Dior, Lancome, ну, дорогие мои, не стоит забывать о том, что те же раскрученные европейские бренды, они половину в стоимости, половину от этой стоимости это имя, это бренд. И корейцы для того, чтобы быть конкурентоспособными на этом огромном косметическом рынке, который сейчас просто, ну, просто перенасыщен, а они должны быть конкурентоспособны, они прежде всего берут разумной реальной ценой. И, конечно же, у корейцев есть люксовые варианты, безумно тоже дорогие продукты, но они, скажем так, не в таком широком ассортименте представлены у нас на рынке. У нас все-таки в основном это демократичные цены, и вы знаете, очень-очень классное качество у этой продукции. Корейцы молодцы, они совершенствуют, постоянно составы обновляют, они добавляют какие-то очень интересные ингредиенты, которые реально очень круто работают на коже, особенно на возрастной коже, я уже миллион раз говорила. Как, например, вот крем и сыворотка, которую я вам сейчас показываю, это бренд PPLAS+. Ну, точнее, это не сыворотка, это эссенция, как бы это облегченный вариант крема. Это вот такие два продукта от бренда PPLAS+. Кстати, дорогие мои, вот кто не видел, я уже знакомила вас с этим брендом PPLAS+. Снимала, у меня была такая лифтинг маска. Слушайте, ну просто потрясающий эффект, и еще более потрясающий эффект от, так сказать, увиденного. Если посмотреть на человека, который носит эту маску, в общем, зрелище не для слабонервных. Я оставлю ссылку, посмотрите обязательно. В общем, тогда она на меня произвела, конечно, неизгладимое впечатление. И я хотела, в принципе, давно попробовать что-нибудь другое из этой линейки, но, к сожалению, не было представлено тогда ни кремов, ни эссенций, ни чего-то еще другого. Сейчас вот появилась такая возможность. В каждом из этих средств содержатся очень насыщенные пептидные комплексы, в состав которых входят разные пептиды, нацеленные на решение совершенно разных проблем, таких как регенерация нашей кожи, выработка собственного коллагена и эластина, повышение тургора нашей кожи, разглаживание морщин и уплотнения, и даже осветление, то есть выравнивает тон нашей кожи. Надо сказать, что спирта в составе нет, и это очень хорошо. Пожалуй, единственный небольшой минус – это такой яркий, насыщенный, цветочный аромат. Не знаю, меня он не раздражает. Если кто не любит отдушки, возможно, вам не подойдет. Но он есть, и он, ну, правда, минут через 5-10 он уже, конечно, уходит с кожи. На самом деле, такой достаточно приятненький аромат. И первый продукт – это эссенция, как я уже сказала. Видите, очень удачный такой красивый флакон с помпой, мне очень нравится. Да, кстати, обратите внимание, ну, ничем не хуже, чем какой-то люксовый бренд-упаковка. И, главное, состав, который позволяет нам подтянуть нашу кожу, увлажнить ее и даже осветлить, потому что в состав этой эссенции входят два пептида, которые отвечают за выработку меланина, а, соответственно, выравнивают тон нашей кожи. И использовать этот крем, ну, это как, поскольку облегченная еще является такой, знаете, лайт-версия крема, да, эссенция. Ее можно использовать сейчас в летнее время, как самостоятельные продукты и утром, и вечером. На нее прекрасно ложится косметика, гелевая текстура, впитывается моментально. Ну, по поводу аромата я уже сказала. Поэтому, в принципе, вот работает на возрастной коже прекрасно. Да даже не на возрастной, вот 30+, уже эту косметику применять можно. Видите, состав какой шикарный. Помимо пептидного комплекса сюда входит гиалуронная кислота, сквалан, пробиотики и растительные экстракты. И второй продукт – это крем для лица против морщин с пептидами. Ну, здесь уже баночка, единственный минус, что нет лопатки. Ну, ничего, это не критично. Также увлажняет, укрепляет и питает. И, опять же, в состав и пептидный комплекс, и сквалан, и гиалуронная кислота. И еще входит такой интересный ингредиент, как масло пенника лугового, который высоко ценится в антивозрастной косметике. Ну, также растительные экстракты, пробиотики и пептидный комплекс, как я уже сказала. Этот крем, он уже более плотный по своей текстуре, но, опять же, наносится замечательно, не оставляет липкой пленки. Его лучше наносить на ночь, ну, летом, по крайней мере, днем, я бы не рекомендовала его носить. Но вот если наносить на ночь, утром кожу не узнать, она подтянута, она разглажена, и она даже немножко осветлена. То есть тон выравнивается, уже видно, практически через неделю использования. Вот такая совершенно потрясающая антивозрастная косметика, да, по своему составу. Это, опять же, к чему я говорю, что, несмотря на высокую, на невысокую, простите, стоимость, очень достойные продукты. Единственное, конечно, надо знать, где покупать. Лучше покупать в проверенных местах, пускай это будет, ну, чуть дороже, да, но, по крайней мере, вы будете знать, что вы покупаете не подделку. И следующий миф о корейской косметике, якобы, что она вся имеет отбеливающий эффект. Ну, вот как, допустим, те продукты, с которыми я вас сейчас познакомила, да, они в состав свой включают некоторые ингредиенты, которые отбеливают, которые борются с такими неприятностями, как пигментация, выравнивают, улучшают тон лица. Но я считаю, что это явно не лишнее. Но, опять же, далеко не все косметические продукты корейского производства включают в себя подобные ингредиенты. Девочки, дорогие, надо просто поискать. Если вам категорически не нужен, допустим, такой эффект от косметической продукции, то, собственно, вы и найдете такой, куда не будут входить никакие ингредиенты, которые будут влиять на цвет вашей кожи. Ну, и, пожалуй, самый такой еще распространенный последний миф, о котором сегодня я расскажу, озвучу, это то, что корейскую косметику нельзя миксовать ни с какой другой косметикой. И лучше пользоваться продукцией одного бренда, одной линейки. Понимаете, опять же, это все, ну, скажем так, неправильное. Это неправильное суждение, это миф. Все прекрасно миксуется. Америка миксуется с Кореей, я не знаю, Европа миксуется с Америкой. Пожалуйста. Главное, чтобы все продукты косметические, которыми вы пользуетесь, подходили вам именно по типу вашей кожи, по, так сказать, определенным проблемам, чтобы были направлены на решение тех проблем, которые нужно решить именно у вас. Не будет никаких вот таких вот несостыковок. Вы не должны переживать на этот счет. То есть, совершенно не обязательно приобретать всю линейку, допустим, корейского бренда и пользоваться только ею, да, начиная от очищения, заканчивая питанием, абсолютно. Вы можете приобрести очищение европейское, использовать, там, не знаю, крем корейский, да, и что-то еще купить американского производства. Это абсолютно никак не повлияет на конечный результат, поверьте, я проверяла. Поэтому, ну, ничего в этом правдивого нет, в этом мифе. Вот, поэтому, дорогие мои, главное, чтобы все продукты, которые вы используете косметические, вам подходили. Поскольку меня, я говорю, смотрят уже девушки 30+, 40+, и старше, то, собственно, вы должны уже смотреть, конечно, прежде всего продукты, которые бы включали в себя такие ингредиенты, которые направлены на устранение возрастных проблем, да. Вот, а таких, поверьте мне, и в корейской косметике очень много. Вот, и поэтому-то я вас и знакомлю с лучшими из них. Так что, дорогие мои, оставайтесь красивыми, следите за собой. Спасибо большое, что вы меня сегодня посмотрели. Ну, я с вами сегодня прощаюсь, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok